Кинематограф сравнительно молодой вид искусства, которому насчитывается всего 125 лет. Срок ничтожно малый, но за это время индустрия успела несколько раз эволюционировать. Мы решили разобраться, какие именно изменения произошли и к чему это привело. Привет, меня зовут Данил, и сегодня я расскажу тебе историю кино. История кинематографа начала свой отсчет 28 декабря 1895 года, когда в Париже на бульваре Капуцинов в одном из залов Гранд Кафе прошел первый сеанс кинопоказа. Братья Люмьер были специалистами по технологии фотофиксации изображений и смогли создать работающий киноаппарат-синематограф и сделать несколько роликов. Они вошли в историю в качестве создателей кинематографии как жанра искусства. Первые фильмы были документальными, то есть запечатляли окружающую действительность и бытовые сцены. Интерес к таким картинам стал быстро угасать, и на смену им пришло игровое кино. Его прародителем можно считать политого поливальщика «Братьев Люмьер», в котором прослеживался комедийный сюжет. Первым российским игровым фильмом считается понизовая вольница «Стенька Разин». В России первый кинопоказ состоялся 4 мая 1986 года в Летнем театре Петербургского сада «Аквариум». С приходом игрового кино технология производства меняется. Теперь она требует качества, художественных решений, режиссуры и актерской игры. Начинается эпоха великого немого кино. Своего пика она достигает в 20-е годы. В эпоху немого кино в СССР Сергеем Изенштейном был снят фильм «Броненосец Потемкин», который стал важным явлением не только в советском, но и мировом кино. Впоследствии он вошел в десятку величайших фильмов. Премьера первого звукового полнометражного фильма «Певец джаза» состоялась в Нью-Йорке 6 октября 1927 года. Звуковая дорожка была записана на пластинку. Это было первое озвученное кино. Синхронизированные реплики и музыка ранее не использовались. В Советском Союзе первым художественным звуковым фильмом стала картина Николая Эка «Путевка в жизнь». А также сложность заключалась в том, что при появлении звука в кино все актеры практически были лишены своего хлеба. Их голос не соответствовал изображению. Все актеры переигрывали и звучали неестественно. Официально первым цветным фильмом считается картина «Бекки Шарп», вышедшая на экраны в 1935 году. Произошло это в США, а режиссером был Рубен Мамулян. В СССР первой цветной картиной был «Соловей Соловушка» в 1936 году. Впервые спецэффекты появились в короткометражном фильме «Казнь Марии Шотландской» режиссера Альфреда Кларка. Премьера ленты состоялась в августе 1895 года. Фильм длился всего 21 секунду и состоял из одной сцены, собственно, «Казни королевы Марии». Для создания этого эпизода Кларк использовал прием стоп-кадра. За какие-то сто лет кинематограф прошел действительно сложный путь — от черно-белого немого до по-настоящему феерического действия. С применением компьютерной графики оно становится все ближе к зрителю, как бы вовлекая его стать участником события.